сейчас время час 27 по местному времени мы прибыли на поездах и вот тащу сумки с инвентарем запасным вдруг я чуть-чуть по коцу придется менять поэтому запасом взял на всякий случай сейчас вызываем такси и едем в гостиницу доброе утро уважаемые подписчики вот я проснулся точнее в комментариях можете написать если проснулся в обед это можно считать за утро или нет я начинаю разбирать сумку вчера вечером конечно было никогда так запасная доска вдруг пригодится вдруг своя выйдет из строя мечи то же самое одну пакулачку на игры вторую под запасную так костюм костюм алтай дальше мы проведем распаковочку поделюсь с вами какой материал как он я еще даже его не мерил следующее что нам нужно выгребать которое нам сегодня точно не понадобится это мы я взял запасные накладочки чтобы играть спокойно и не бояться зацепить вот запасных чуть-чуть себе взял откинуть их можно сегодня они не понадобятся так дальше что у нас дальше кроссовки кроссовки понадобятся и ракетка то есть это сразу мы оставляем потому что сейчас нужно будет скоро идти в зал ракетка кроссовки складываем так теперь переходим к распечатке костюма костюм у нас от производителя кофе так вот надпись надеюсь они со мной свяжутся хотя бы в телеграм сотрудничество с ними запустим так дальше что у нас идет штанцы штанцы у нас очень интересного материала думаю через камеру вам они сразу качество передастся на ощупь очень приятный то есть димасик даже это одобрит учитывая что он является таким вот ст там в плане выбора материалов он же сразу одобряет дальше что у нас дальше у нас кофта кофта у нас с капюшоном чтобы уж у нас не мерзли на кофте эмблема алтай на кофте у нас эмблема краевая спортивная школа олимпийского резерва барнаул теперь все это складываем это накину на себя берем футболку тренировочную сегодня в красненькое поиграем потому что без фамилии без фамилии сегодня можно лариса ивановна ругаться не будет шорты шорты без фамилии мячей на сегодняшние игры это так теперь встречаемся либо по пути либо уже в зале непосредственно в самом процессе и вот уже спустя год мы возвращаемся снова в красноярскую сопку но может конечно не спустя год вы сейчас можете посмотреть предыдущий влог с этого турнира где к сожалению по моему очень много игр проиграл вот можете посчитать какое именно количество дней прошло с того влога и мы написать в комментариях а мы сейчас уже вовнутрь с максимумом врываемся и будем разминаться разминочку конечно же мы протранслируем все покажем и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как я уже говорил, что завтра у нас стартует мастерский турнир, а сегодня закончились детские соревнования, тоже турнир был всероссийский. Сейчас Степан Васильевич готов поделиться, как все прошло. Наши спортсмены выступали в трех категориях, до 14, до 16 и до 20 лет. Степан Васильевич, вам слово. Ну, судя по призовым местам, вроде бы, в общем, выступили хорошо. Конечно, поколение молодое у нас показало отличный результат. Два золота, три бронзы до 14 лет. Средний возраст. Одно золото. Не очень, ну, у мальчиков, не очень выступили девочки, конечно. Была надежда на призовые места, но никто не смог их занять. Ну, и по взрослым, так-то, если честно говоря, надеялись, что Кандаков попадет в призы. Ну, а не получилось. По-моему, он завершил пятым. Но зато выиграл сильного игрока за выход в полуфинал. Дегай, по-моему, фамилия. Они встречались, а может и не встречались на Спартаке 1. Не насправлено, первенство России до 22 лет. Наша команда как раз играла, да, с щебоксанами. Там мы уступили им. Ну, а помимо вот тех, кто у нас в тройку попал, призовые места занял, ну, еще кого-то хотите отметить? Очень хочу отметить. Это Ложкина Максима. Пока мне кажется, это был самый лучший его турнир за три года. Сколько он, ну, занимается, приезжает к нам на тренировки, да, и участвует. С ним уже ездим. Ну, добавил. И отметить отдельно Борщова Макара. Тоже показал и игру хорошую, активную в нападении. Ну, и по результату его я доволен. Поэтому, если они будут в таком же темпе тренироваться усердно, думаю, что у нас команда на первенство Сибири до 16 лет будет хорошая. Надеюсь, что они будут в сборной. Ребят, вы наверняка помните, когда я в самом начале ролика распечатывал сумку и говорил, что взял одну доску, чтобы на прозапас вдруг у кого-то, либо у меня ракетка придет не в годность. И просто я как будто чувствовал, у игрока сборной Алтайского края ракетка пришла в негодность. И вот, буду сейчас вечером, после того, как сам потренировался, клеить ему на нее накладочки. Сразу говорю, вот клей. Клей от Лил, это тот, который с Авито, с Белгорода. Я делал на него обзор. Поэтому сразу в комментариях можете не спрашивать, что за клей, сразу вот говорю. Можете на канале посмотреть. Был на него обзор. Ставлю на свой репет. Ставлю на свой репет. Привет всем. Сегодня мы еще не виделись. Только что закончил все встречи. Сейчас готов с вами поделиться по поводу... Ну, первые три встречи, конечно же, они такие были. То есть, подачка, начало и все. В заключительной встрече за первое-второе место там уже было посложнее чуть-чуть. Первую партию что-то был не настроен. Все много отдавал. Но потом в итоге чуть поднастроился. Перестал давать, сам начинать. Все нормально. Теперь я в столовой. Теперь готов поделиться, чем я сегодня буду питаться. Так, языки говяжьи. Для чего? В первую очередь, это для того, чтобы речь у нас лучше шла, чтобы язык лучше работал. Где-то я прочитал в каких-то, скорее всего, в каких-то шорсах в ютубе. Посмотрел рекомендацию, что нужно кушать языки говяжьи. Дальше у нас папоротник и какая-то у нас вот рыба и сок. В отличие от других турниров, на этом турнире я решил принимать участие максимально по-полному. Принимаю участие в смешанной паре, в мужской паре. Поэтому личные встречи у нас на сегодня не закончены. У нас еще дальше продолжаются парные баталии. Включили Кулакова. 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 Сейчас с вами будем наблюдать четвертьфинальную жесткую встречу между Осипов Дмитрием и Ярославом Петраченко против Алены Овсянниковой и Сергея Самебурина. Все, включаемся. Счет 2-1. Счет 2-1. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Ну, как-то так закончилась четвертьфинальная встреча. Утро доброе, уважаемые подписчики! Сегодня у нас встречи начинаются в 16.00. Но чтобы немного отличиться от настольного тенниса, мы с моим оператором решили чуть-чуть прогуляться по зоопарку, чтобы немного отличиться, зарядиться энергией, энергии вот этого красавчика-примата. Ну, к сожалению, в понедельник с утреца у него энергии не сильно много. Надеюсь, у меня будет немного побольше. И найдем уже более энергичных каких-нибудь ребят, чтобы они нам передали свою энергетику. Ну, а энергичные вот это только мелкие и все. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Счет 2-2. Девочка проигрывает со счетом 6-10. Димитреев с Димасиком проигрывает. Тимпять, тоже 2-2. Анисимов Георгиев, Кузнецов, Сочетскок. Восьмой стоп. Здорово! Давай, давай, давай! Готови! Ура! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА